Макс Ройл, главный ресторан. Идем завтракать. Внимательно, подробненько посмотрим, что же нам предлагают на завтрак. И сразу на входе пирог. Он с сыром. Аппетитно пахнет. Сразу же хочется взять кусочек. Здесь дальше стоят мюсли. Ну и не такие симпатичные. Так что мюсли пропускаем и попадаем в зону диетического стола. Здесь различные диетические вещи. Но тоже все очень вкусненькое. Сыры нежирные, оливки, варенье. Возможно, какое-то малокалорийное. Ну и что же у нас тут? Так, овощи. Это уже горяченькое пошло. Яишенка. Яишенка, наверное, со шпинатом. Так, здесь еще у нас какие-то овощи. Колбаска жареная для тех, кто любит по утрам жареную колбаску. И даже гречневая каша. Хотя в Турции гречка продукт редкий, она здесь не растет. И овсяночка на молоке. Кто хочет, пожалуйста, кто привык. Можно поесть и овсянки, несмотря на изобилие всего. А вот это вот у нас манная каша. То есть выбор каш на любой вкус. Так, подходим к горячему цеху. Что здесь у нас такое? Интересная жареная картошечка. Всякие специи. Здесь же готовят все виды яичниц. Котлетки бесподобно вкусные. Так, что у нас тут еще? Сосиски говяжьи и куриные. Те, которые светленькие, это куриные. Множество всяких приправ на любой вкус. И также яичница, яйца в разных видах. Тут же делают омлет. Стоит 8 видов начинки. Вы можете заказать любую. И вам приготовят омлет по вашему желанию. Здесь же делают просто яичницу глазунью. Ну и где-то должны быть здесь блинчики, как всегда. Это обязательно на завтрак. Ну вот, в разных видах оладушки, блинчики. Тут же их пекут. Вот. Поэтому здесь можно взять горячее. Очень много вот таких вот островков, на которых различные. Вот здесь, допустим, островок сырный. Тут же стоят в маленьких красивых баночках. Мед, какие-то джемы, приправы. Тут и сыр с плесенью, и сыр пармезан, и сыр с зеленью, и с белой плесенью, и с темной. И козий сыр, и овечий сыр, и всякий там сыр с соломкой. Ну, я не берусь даже подсчитать, сколько здесь видов сыра. В общем, любое название известного сыра, которое вам придет в голову, здесь наверняка вы его найдете. В верхнем ряду идеальный компаньон сыра. Это оливки, маслины с начинкой, вяленые, с анчоусами. В общем, тоже самые разнообразные сорта. Следующий у нас отсек. Это тоже горяченькое что-то. Овощи, различные запеканки из брокколи. Какие-то разнообразные вариации овощей. Классический помидорчик с сыром. И очень мягкие булочки, напоминающие семиты. Так, круассаны горяченькие. Выпечка вся свежайшая, мягкая, как пух. Следующий островок у нас колбасные нарезки. Вариации и с языком, и с оливками, и с паприкой. И просто какие-то виды ветчины, суджука. Действительно, очень все вкусно. Несмотря на то, что вот колбаса как таковая, допустим, в супермаркете, мне как-то не попадалась такая вкусная. Здесь, конечно, отобраны самые лучшие сорта колбасы, наверное, которые есть в Турции. Также стоят вот на заднем плане баночки с вареньем, с приправами. Так, у нас начало сезона, поэтому фруктовый стол такой более-менее скромненький. Здесь вот фруктовый салатик. И все, что вот на начало сезона, мы имеем. Грибфруты, апельсины, мандарины, бананы. В общем-то, такое хлеба. Здесь просто как выставка достижений хлебного хозяйства Турции. Все свежее выпечка, свежайшее. Вкусное будет любое, вот что вы не возьмете. Здесь и с маком, и со злаками, и с фруктами, с вареньем. Классические турецкие батоны с хрустящей корочкой. Все как будто только что из печки. Вот его нарезают, он мягкий, хрустящая корочка. Аппетит просто сразу же поднимается к высшей отметке. Что-то сладенькое, какие-то кексы с фисташками там или еще с чем-то. Ну, в общем, с орешками другими. Все вкусно, можно даже не сомневаться. И выбор больше, чем большой. Он просто огромный. Вообще, очень трудно сдержаться, конечно, если маленькая сила воли. То этот отель я не рекомендую. И для тех, кто боится поправиться, это точно, ребята, отель не для нас. Вот я в таком отеле за неделю могу набрать и 3 килограмма. Несмотря на активное там, допустим, времяпрепровождение, долгое плавание, все равно очень трудно сдержаться. Но для любителей выпить даже тут тоже на завтраке предусмотрено. Вот, пожалуйста, довольно широкий выбор крепких напитков. Прошу прощения за качество. Очень хотелось показать крупным планом, но что-то я сделала не так. Поэтому вот небольшой такой кусочек видео. Не совсем хорошего качества. Но уже как есть. Здесь же свежевыжатый сок и пиво. То есть на любой вкус. Ресторан большой. Очень большая зона и там, где столики. И там, где, конечно, все это вот горячее, закуски. Вот что мы приходим еще к одному островку. Здесь у нас всякие сладости и другие соблазны в виде рахат лукумов, печеньев, всяких орешков. Сухие завтраки, которые можно приправить и орешками, и сухофруктами, и фисташками. В общем, глаза разбегаются. И ты уже не знаешь, что тебе взять на завтрак. Может быть, просто одну халву и все. Постоянно что-то подкладывают свеженькое. Все, чтобы было аккуратно. За этим очень следят. Здесь компоты. Различные еще варенья. И вишневое очень вкусное. Ой, йогурты. С различными начинками. Просто натуральные. И масло, допустим, с лососевое масло. И просто масло сливочное. Зелень, конечно. Рыба, морепродукты, язык. Ну и, конечно, вкуснейший мед в сотах. И такие арт-объекты, которые напоминают, что фигуру надо беречь. Немножко пробежимся по отелю. Отель красивый. В нем приятно находиться. Это кондитерская, в которую лучше не заходить, чтобы не соблазняться. Бары. Их много на территории. Алкоголь самый разный. И вот это вот ледяное шампанское сейчас налит в бокал. Еще одно напоминание, что много кушать нельзя. Вот в номере встречают такими букетами. Очень красивыми, приятно. Территория ухоженная, конечно. Везде всякие арт-объекты непонятной формы. Сам отель сделан подковкой. И вот зеленая это Адам и Ева. А это теплый подогреваемый бассейн, который находится возле спа-центра. Спа-центр мне понравился очень. Там вот еще одно напоминание, девочки. Много кушать нельзя. Вот такой бассейн с переливом, как будто красивейшая баня. Мрамор. И попадаем мы сейчас на территорию, которая находится за въездом. Это как вторая линия. Здесь находятся виллы, которые более дорогие по стоимости. Более комфортные номера. Они как бы на отшибе возле аквапарка. И сам аквапарк довольно милый. Выполнен в стиле таком старого замка. И что мне понравилось, вот сейчас здесь людей нет. Но и когда людей много, здесь нет скучности. Аттракционы расположены так очень грамотно, что нигде нет толпы. И горки на самый любой вкус. От самых сложных до более таких спокойных для любого возраста. И зелень здесь имеется. В общем, аквапарк мне понравился. Сам отель имеет форму подковы, внутри которой расположены на водной поверхности мальдивские виллы. Вот одна из них. В общем, отель замечательный. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.